Амнистия для политзаключенных необходима, но нужно понимать, что у нас нет такого понятия. Люди сидят за свои убеждения, но не сидят по уголовным статьям. Просто все знают одного, все знают другого, но в регионах очень многие люди неизвестны никому. Поэтому амнистия необходима жертвам Болотной площади, особенно учитывая, что это была провокация со стороны спецслужб, даже не со стороны МВД. Насколько я могу сказать, это была провокация со стороны спецслужб. Направленная в том числе против Путина, которому тупо сорвали инаугурацию. Но! Но! Амнистии недостаточно. Что, мы выпустим жертв 6 мая, чтобы просто освободить место для Удальцова? Мы выпустим Пусть Раютс, чтобы просто приготовить более уютную камеру Развожаеву? Это неправильный подход. Необходимо создать механизм пересмотра всех дел, которые общество считает политическими. На самом деле, таких дел немного. И ущерб, который наносится репутация государства и внутри страны, и изне страны, не соизмерим по сравнению с теми выгодами, которые получают отдельные деятели от задержания соответствующих людей под стражей. Нужно создать специальное судебное присутствие, особое, куда отобрать честных судей, даже в нашей системе есть. И эти судьи должны рассматривать заново дела, с которыми обращается общество. И если, например, 50 тысяч человек собрали подписи и подписались, что дело Ходорковского политическое, освободите его, пожалуйста. Судебное присутствие рассматривает и говорит, нет, он украл всю эту нефть. Или Аракчеев действительно убил чеченцев неправильно. Это не политический преступник, не политический заключенный, это уголовный преступник. Тогда люди, которые подписывали эти петиции, они оплачивают работу этого совещания. Если же суд говорит, да, действительно, вы знаете, люди засидят ни за что, тогда эти люди выходят из тюрьмы, они попадают под действие закона о жертвах политических репрессий, который у нас есть, и закон неплохой, и он должен применяться. А люди, те чиновники, те представители спецслужб и те судьи, которые их неправильно осудили, они должны понести всю полноту ответственности по действующему закону.